Секс. Возвращение в мир Биошока Инфинити. Это восьмая серия, в которой мы прибыли в вербовочный центр Иремии Финка. И у нас опять с нами наша очаровательная спутница Элизабет в уже слегка разорванном платьице. А задача у нас, собственно говоря, какая? Отправляйтесь в Финктон и найдите оружейника. Да, оружейник этот в сговоре с народниками, с глазом народа и предоставляет им оружие. И вот Дейзи Фитцрой, которая отобрала у нас самым наглым образом дирижабель, посылает нас туда за оружием. Так, это можно взломать. Отлично. Можешь это открыть? Серьезно? Вот этот старый замочек? Старый не старый, а опять от мочек ушло, Элизабет. Я надеюсь, это того и стоило. Моего любимого напитка здесь, к сожалению, нет, что по деньгам. Ой, как мало денег было в серебряном слитке. И в подарок. Брюки жар птица при прыжке с аэротрассы. Шанс 100% поджечь соседних врагов. За 3 секунды жертва получает 400 очков урона. А у нас что? Хрупкая кожа. Давайте наденем. Вообще, давайте посмотрим, что у нас вообще есть за брюки. Так. Жар птица, хрупкая кожа, дальность рукопашной атаки. Нет, ну все-таки жар птица. Так. Честно говоря, даже жалко опять отмычек на это тратить. Ух ты. Правый коп. Да, так вот, Дейзи Фитцрой пообещала нам вернуть дирижабль, если мы провернем эту сделку. Вы не против? Они не против. Если мы провернем эту сделку по доставке им оружия. Но что-то мне, честно говоря, не верится этой Дейзи Фитцрой. Тихо, 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 тихо. Посмотрите, Элизабет стала такая... У нее ухмылка стала... Уголки губ, в общем, стали вниз опущены. Она стала более циничной и такой... Прагматичной, что ли. Помните, как раньше она радовалась жизни каждого нового впечатлению. Ну, после столь длительного заточения. Да, посмотрите, какой туман. Я бы даже назвал это, наверное, промышленным смогом. В этом промышленном районе... Колумбии. Где-где, а здесь, наверное, не хочется жить никому. Брос, мистер Финг хороший человек. Работай как следует, и он тебя наградит. Да, бедный мужик. Я вижу ваше светлое будущее. Будущее в Фингтоне. Будущее твоей семьи уже сегодня. Вот это вот написание, Финг и МФГ, как-то похоже на эмблему Кока-Колы. Или мне так кажется. Негры. Или это даже не негры, это какие-то арабы. US. All. Да, ну это вообще бедняки, конечно. Судя по их одежке. Так. Стандартный продавец. Я вот их вообще не различаю. Надо бы, наверное, мне... ...заняться этим. Вот эти вот усатые, похожие на... ...проводника в пассажирских вагонах, образца начала 20 века. Это продает всякую обычную дрянь. А вот это оружейник, да, улучшает оружие. В одежде офицеров. Британской армии. Восемнадцатого века. Так. Кстати, мы же сейчас что используем-то из оружия? Подержи у тебя. Давай. Ой, нет. Забирай. Мы используем картечницу и карабин. Так. Пистолет, пулемет, гранатомет, картечница. Может её прокачать? Снайперка. Ох ты, скоростерильность плюс 100. Для пистолета боезапас. Задача. Увеличивает ёмкость обоим карабина. Хм. Ну, я думаю, мы увеличим урон картечницы. Что-то я в разнос пошёл по деньгам. Ну, мы будем выходить либо с картечницей, либо с гранатомётом. А первым оружием, наверное, будет либо карабин, либо пулемёт. Но там очень быстро. Ну, либо ещё снайперка. Думаю, всё, больше никакое оружие мы использовать не будем. Ну и что, заходим тогда. Покидаем район. Не верю, что Фицрой выполнит договор. Есть люди, которые просто не платят долгов. Да, вот у меня тоже такое подозрение. Но для чего мы тогда всё это делаем? Ну, иначе мы, наверное, вообще не сможем никак себе вернуть этот дирижабль. Так, отправляйтесь в Финклэн и найдите оружейника. Иначе вообще никакого шанса... А вот и твой оружейник. Кто тебя к нему отправил? Дейзи Фицрой. Одни считают её героиней, другие опасной преступницей. Лично мне наплевать, кто она. Лишь бы дирижабль отдала. Да, вот эту позицию, конечно, Букера я уважаю. Так, ну что тут у вас, друзья? Дейзи Фицрой ведёт свою мерзкую шайку. На погибель. Чё, поломался аппарат или что? Да, нет, работает. Плюс к ловушке, плюс к Мустангу. Ничего не надо, спасибо. Почему шок-жокей? Нельзя улучшить, что ли? Или ещё просто время не пришло? Будущее Финктоняга. Конечно. Финктон хранит всё, что явил гипнотизёр влюблённым сердцам. Зонтик? Зачем в помещении зонтик? Так, что это за контора? Что, Элизабет? Да, вот раньше она улыбалась, сейчас как-то очень напряжена и сосредоточена. Что здесь происходит? Люди устраиваются на работу, добровольно отдают себя в рабство этого мерзкого Эремии Финка, да? Добро пожаловать в вербавочный центр Финка! Сейчас работники нам не нужны! Вы слышите? Нам не нужны работники! Как ты собираешься попасть в Финктон? Нелегально. Давай приичем другой. Сегодня работы нет. Сейчас, Финг Индустри, работники не требуются. Да, помолчи, я понял с первого раза. Ну, мне стало понятно, что здесь есть работа. Все мои бумаги в порядке. И что с того? У нас тут квоты. Но я приехал из Бакстона на последние деньги! Вот только работники класса С нам больше не нужны. Это тебе ясно? А если я зайду завтра? Да хоть каждый день приходи. Пока ты без работы шляйся, сколько влезет. Да вот и весь сказ. Так, сюда можно проникнуть? Теперь его очередь. Сил нет втолковывать этим кретинам одно и то же. О, нет. Ему все учат. Откровенно говоря, мне нет дела до всей этой пророческой чепухи. Вера – это предмет роскоши. И старина Камсток производит ее в избытке. Но, как и все торговцы, он вынужден обменивать свой товар на драгоценные металлы. На одних песнопениях дом не построишь. Нужны доски, инструменты, рабочие. Нужен Финг. Без меня он никуда. Ну что же, как мы видим, Иремио Финг связал по рукам и ногам Камстока. И во многом Камсток находится во власти Иремио Финка, потому что зависит от него действительно на одних песнопениях. Дом не построишь. Так, ну здесь я вижу вожделенный напиток, поэтому сомнений нет. Замок открываем. Серьезно? Вот этот старый замочек? Серьезно? Только у нас одна отмытка осталась. А так серьезно, конечно. Я не рабский дурак! Я работаю на Винго! Так, ну что, наверное, в соли. И горшок все эти отлично! Неплохо здесь мы собрали урожай. Че ты там нашла, Элизабет? В мусорке? Да ты серьезно! Смешная такая. Поддержи у себя! Давай! Лови! Нашла деньги! А, спасибо! Мало, конечно, несерьезно. Но все равно спасибо. Нас таким образом приучают с ней взаимодействовать. То, что она нам помогает всячески и все такое. Да и вообще сам по себе такой миленький такой персонаж. Куда-то пошла, Элизабет? Пойдем, я... Что ты смотришь на этих просящих о работе людей? Пойдем, попробуем здесь найти... Тут замок. Элизабет? Прошу. Благодарю. Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. И подставиться под пули. Вот я тоже думаю, что не стоит использовать служебный лифт. Так, боюсь... Здесь нас уже будут атаковать. Что такое жизнь в сравнении с верой? Ну-ка, ребята. Во! Откуда ты взялся? Как они поднялись сюда, мне интересно. Я ничего не нашла. Это плохо, Элизабет? Патроны Букер! Букер, лови! Да хватит! Да блин! Откуда они все берутся? Вы посмотрите только. Воу-воу-воу! Это может быть очень опасно. Что-то картечница как-то не очень. Что ж так много пришло себе потратить-то? Да. Вот это заварушка была. Я вне себя повел, конечно, не самым правильным образом. Была опасность вообще, что... Хм, откину концы. Картечница сколько много ушло. Но с нее пользы, конечно, чуть. Я хочу вам доложить. Даже при том, что мы урон к ней прокачали. Что там увидела, Элизабет? Ну, надо... Вернуть гранатомет. Как только мы его найдем. Блин, у меня вот эти все звуки уже задолбали, которые раздаются со всех сторон здесь. Трупы уже все поисчезали. Снайперка? Ну нет, снайперка не нужна пока. Так, это усатый обычный торговец? Ну да. Все, значит, к усатым мы больше не подходим. Так, ну, на сейф у нас, скорее всего, не хватит. А, одну? Ты можешь открыть этот золк? Оружейник Чэнь Линь разыскивается за связи с Дэйзи Фитцрой. Похоже, наш парень нарвался. Это очень плохо? Нет. Заперты. Элизабет! Попробую. Подержи у себя. Забирай. Что-то я не успеваю за событиями. Вернее, озвучка не успевает. Я-то успеваю. Так, максимум солей у нас. Дробовик нам не нужен. Эффективность растет. Да. Только за счет чего? За счет роста эксплуатации. Тогда толпы отсюда. Так. Емкость пистолета, пулемет, гранатомет. А, ну не хватает на гранатомет. Дробовик снайперка. Дополнительный боезапас. Обойма пелемета. Дача снайперки. Емкость обойной карабина. Давайте, наверное, увеличим емкость обойной карабина. Карабин меня, в принципе, пока во всем устраивает. Теперь 12 будет, да? Отлично. Вот еще бы патронов больше можно было бы наносить. Вообще бы было супер. Наверное, надо будет еще и на пулемет обратить внимание. Что? Что, Элизабет? Хроники Колумбии. Че там пишет? Так, ладно. Нам, собственно, куда? Тут че такое у нас? Пулемет? Больше в деревне никто не живет. Букер Дэвид нашел пулемет. Больше в Колумбии никто не живет. Так, что за шкафчик? Голософон. Я держал в руках личный дневник жены Комстока. Теперь мы знаем правду о чудесном младенце. Первая леди не любила свое дитя. Похоже, она предпочла бы, чтобы семя пророка осталось лишь пятном на простыне. О-о. Элизабет. Ты слышала это? Там вообще, честно говоря, история очень такая сомнительная. Как это она там за семь дней выносила девочку. Так что я не думаю, что ты дочь леди Комсток. Наверное, этот пастырь где-то на стороне тена гулял или что-то типа такого. Служебный лифт Фингтон. Сказки случаются только в Библии. Букер. Это шкаф Слейта. Я знаю. Он здесь работал. Что я? Это дневник моей матери? Откуда он у Слейта? Мой муж утверждает, что ребенок был сотворен божественной волей. Я верующий человек, но я не дура. Его ублюдку. Мне место под этой крышей. Моя мать. Это она заперла меня в башню. Элизабет. Я просто хочу улететь отсюда. Пожалуйста. Моя мать. Да. Неприятно, конечно, это все. Мерзкий город. Я согласен. Надо убираться отсюда как можно скорее. Приветствую. Я Ереми Афинг. И я расскажу вам о том, во что верю сам. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Утконос? Конечно же пчела. Вы видели отдыхающую пчелу? А пчелу на больничном? Не бывает такого. Потому я говорю вам. Будьте как пчела. Будьте как пчела. Нет, мы будем как трутень. Что такое? Телефон? Может, стоит ответить? Да может. А что у тебя с пальцем, Элизабет? Почему наперсток на твои мизинцы? Хорошо, Элизабет. Алло? Мистер Дэвид? Да. Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Привет. Финк у аппарата. Мальчик мой, мы тебя давно заприметили. И вот что я тебе скажу. Ты нам подходишь? Мой заместитель мистер Флаба даст тебе все необходимое. Это еще что? Без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Поехали дальше. Ну и самомнение. Гордость. Предвестник падения. Гордыня. И с часами. С карман. Ну, как бы говорить всем, что время, деньги. Давайте работайте, как пчелы. Вообще ни на что другое от не отвлекайтесь. Мерзкий эксплуататор. Ага. Работа. Смотрите, сколько занимает. Я спрашиваю. Больше половины рабочего дня. Почему нам платят жетоны, которые можно потратить только в фабричном магазине? Вот мой ответ. Мы защищаем работников от бессовестных торгашей. Компания Финка заботится о вас и продает товары Финка по специальной цене. Он мне отвратителен. Просто глубоко отвратителен. А, помощников, я помню тебя. Я не могу в него выстрелить, я нажимаю кнопку и ничего не происходит. Похоже, у нас одной проблемой больше. Да, я их уже замучился считать наши проблемы. Ой. Что-то я не так сделал, да? Ладно. Что за пушка? Нет, не думаю, что ее надо брать. Какой-то револьвер. За ним, за ним, за ним. Воу, ребята. Привет, друзья. Только что был тут. В этот раз неплохо получилось. Что-то я сказал. Побудь немного за нас. На что она стреляет? Некоторым не нравится их роль в Пинг Индастрис. Но у каждой твари на Земле свое предназначение. Смогли бы фараоны Египта взойти на вершины пирамид? Поддерживай себя. Лови. Спасибо. Неплохо, она им зубы заговаривает. Так, это что такое? Проницальный город. А вот давайте посмотрим. Распорядок дня. Работа. Сон. Отдых. Тренировка. И... И... Что там? Что еще за пункты я не вижу. Ли... Молитва, что ли? Да, похоже, что молитва. Так вот, работа занимает больше 12 часов. Где-то часов 13 в сутках. Ну как, хотели бы выжить такой жизнью? Так, что я тут всех уже порасстрелял? Кого надо и кого не надо. Где-то здесь должен быть оружейник, судя по всему, да? Закрыто по приказу Ереме и Финка. Одна тысяча тратим. Получилось? Ну, Елизабет, все получается. Да так ловко, что прям позавидуешь. Так, здесь производят часы. Плакат. На нем тоже есть шифровка. Да. Так нам надо найти книгу-ключ. Да. Похоже, весь пластикат принесли в клуб добрый час. Может, там его и найдем. Может, и найдем. Несу и руки, и ноги в механизмы. Все имеет свою цену. И нам не нужны потери. Сугубо меркантильный подход. К человеческим конечностям. Так, в общем, нам сказали, что разгадка должна быть в клубе добрый час, да? Или что-то такое. Здесь конфисковали все, да? Судя по всему. Да почему? Ладно, думаю, в этот раз так просто не будет, как в прошлый. Придется попотеть. Закрыто. Финка, своя философия. Понимаете, компания, как Ноев ковчег. Тут есть львы, которые держат в узде низших созданий. Есть скот. Он дает молоко, мясо и трудовые ресурсы. А еще есть... Похоже, сейчас мы не войдем. Как гиены. Возмутители спокойствия, которые только мешают всем жить. Сейчас не войдем. Значит, наверное, пойдем попозже. Мы уже знакомы с этим приемом. Когда нас не пускают туда, куда нам еще рано попадать. Так. Ага. Расписание. А, вакансии, прошу прощения. Грузчик угля, землекоп. Шлифовщик гравия. Чистильщик баков. Экскаваторщик. Уборщик улиц. Строитель канализации. Помощник механика. Обработчик свинца. Сборщик мусора. Да, одна лучше другой. И все. Для чернорабочих. Ни одной инженерной должности. Фабрика. Вход здесь. А вот, по-моему, Чен Линь. Ну да. Сейчас проверим, что у нас здесь. Снайперка. Разлет. А, у нас не хватает. Скорострельность снайперки. Тоже не хватает. Для пистолета. Обойма пулемета. Отдача снайперки. Нет, пока ничего не будем брать. Что такое, Элизабет? Нашла деньги. Давай. Отлично. Так всегда искренне радуется. Хотя там этих денег. Три копейки. Так, а если подпрыгнуть? Я буду здесь. С высоты, так сказать. Я слышу, о чем люди говорят. Мистер Винк, мы должны работать по 16 часов в день. Ну, давайте на чистоту. И я бы рад угородить рабочий день. Почему же, спросите вы? Отвечу одним словом. Нравственность. Видите ли, друзья мои? Пустые руки тянутся к порогу. У. Энергетик. Чудо. так вот это мы хорошо глицериновый жилет увеличить радиус поражения осколками при взрыве при взрыве чего при взрыве чего что у нас сравнений аэрометкости не давайте наденем возможно это касается и поцелуя дьявола тогда это очень круто кстати вы заметили мы когда действительно приземляясь эти или на полиции нас такие огненные сполохи расходятся а вот и добрый час но нам пока наверно туда не надо так там по-моему я еще что-то увидел давай на всякий случай мы его тоже уничтожим что-то нам мешал так все принципе больше здесь я ничего интересного не вижу на этих крышах давайте пойдем к чине линию я тут очень хорошее место для дать его запомним для отца да и снайперки на всякий случай действительно запомним его так где у нас чинь линь где-то здесь заходим тогда так чинь линь оружейная мастерская сделано по заказу чистка наладка двадцать пять баксов пристрелка 100 баксов работы по прикладу 50 восстановление 75 шлифовка полировка 20 гравировка 125 спец заказу 120 металлическая делка 75 до дорога довольно таки брал по тем деньгам представляете что это было 100 баксов 1912 года мне совершенно необходимо поговорить с этим ложным пастырем который весь город поднял на уши у нас и без него проблем хватает а он там палит почем зря и сваливает все на нас хотя если он хорош собой он может оказаться как раз тем кто нам нужен я хорош собой я красавчик элизабет мы входим в мастерскую как китаёза вроде чин линия смог открыть собственную мастерскую похоже у нее серьезные друзья но я думаю и римея финкому помог так мастерская чин линия ничоси жаровня тут можно было и трупы сжигать себе вполне я думаю тут много чем нелегальным занимался я читал о нем это куда гаутама кто основатель буддизма он 49 дней провел под деревом бодхи и достиг просветления думаю камстук не любит когда в его городе молятся ли у да только откуда это говорила элизабет я нигде будда а ну давайте будем внимательны я хочу посмотреть на буду который достиг просветления так где же буду а вот вот этот что-то дракон китайцы остается верить себе и поклоняется своим богам что в принципе ведь понятно никаких возражений не имеет со стороны всех нормальных друзей свободное вероисповедание залог успеха день добрый общества мистер линь чен линь есть тут кто-нибудь что тут случилось обыск я думаю тут прошлось местная полиция внизу кто то есть слышь кто-то хнык женщина патроны для дробовика да в общем тут отдел оружия промышленным методом даже это достается раздается этот плач о женщина извините простите за беспокойство мэм мы ищем мистера линия чен линия алё мистер линь не тут его нет нет его взять летучий отряд я молюсь буду молю вернуть его вернуть муж мэй линь куда его забрали клуб всех забирать в клуб добрый час где находится этот клуб мэм пожалуйста где этот клуб букер сами найдем мэм поставь почему голос народа не помогать чен линь почему ведь рай не помогать чен линь что за летучий отряд легавые наступили линию сапогом на горло и начали расспрашивать профит свой мы же на нее работаем да вроде того ладно давай выясним где находится этот клуб добрый час мы ни на кого не работаем мы с тобой вдвоем самодостаточная команда ладно пойдем мы знаем где добрый час любом случае нам надо туда и по загадке в расшифровке надписи не верю что офицерой выполнит договор не верим не верим это что за чувак откуда он взялся тут же никого не было они каждый раз отреспауниваются не нравится мне это не двигайся что японо мать вот он и громила этот что книгат букер соли давай да ё-моё как вообще убить ты мне совершенно безразличен но должна признаться драться ты умеешь ну чё это ты мне разбиваешь сердце элизабет как я тебя безразличен Оружейная кепка При стрельбе шанс 40% Что пустая обойма станет полной Без перезарядки А у нас Буря Черт Не знаю что пить Водку или спирт Все такое вкусное Ладно, давайте просто возьмем Так, что в нем Тут соли, аптечный набор Ну это конечно Офигеть было Мы его пожгли здорово И почему ты изменила мнение Такая работа Какое она мнение изменила Блин, я прослушал Она сказала, что я ей не безразлична Что-то такое Черт Так, фабрика Закрыта Я знаю куда нам Но хочу сейчас немножко Все таки еще здесь осмотреться Вдруг какие-то секреты Или что-то такое По-моему нет Больше мы наверное никуда уже не войдем Так, ага, соли сейчас Используем Ну блин, не Картечь фигня Вы посмотрите Сколько мы патронов С этой картечи выпустили В этого Механика И как бы Еле-еле его свалили Она скорострельная Скорострельная она Это да Но урон видать слабенький Если бы ракетница Мне кажется лучше бы Получилась Хотя с другой стороны Ракетница Очень медленная Но тоже как бы Не знаешь Где найдешь Ты потеряешь Ладно Тогда отправляемся В клуб Добрый час Больше я здесь не вижу Куда еще можно было попасть Хотя вот тут Что еще у нас Здесь Давайте посмотрим Такой закоулочек Небольшой Так, это обычный продавец Насколько я понимаю А, что ты Нашла деньги Давай И голософон Видите Раньше на меня никто не смотрел Но потом Решили, что это я Угрохала Леди Комсток И меня все Тут же стали замечать И я сбежала В Фингтон Спряталась там Забилась поглубже Единственное На что может надеяться Ребенок с цветной кожей Это на то Что для белых Ты невидимка А, так Иеремье Укрывал Дейзи Фитцрой Она была Обвинена В смерти Леди Комсток Но судя по всему Она к этому Не причастна Ведь же Нет ей никакого Смысла лгать На призаписи Личного Ну Философона Я как понимаю По логике Вещей Что написано Только для служащих Финка Нарушители будут уничтожены Ну все Тогда наверное Входим Мало патронов Картечницы Представление Одно За другим Взрослые 10 центов Детские 5 центов Полная смена Репертуара Каждую неделю А так это Такой театр Что ли Сегодня Пробы Букера Девита Офигеть Это что значит Во Добрый час Глуп Как это Как это так Пробы Букера Девита Что Значит Осталось Найти Мистера Линия И Слушай Зови меня Букер А ты должна Ответить Хорошо Мистер Девит Так Ну что-то Мне не нравится Пробы Букера Девита Как Так На что Меня будут Пробовать И Это же Целое Дело Вывеску Поменять То есть Пожаловать В клуб Добрый час Сэр Лимэм Сейчас Начнется Представление А Девит Мальчик Мой Люблю Наблюдать За работниками Которые Не знают Что их Оценивают Хе Хе Я Следил За тобой С самой Лотереей Ну ты Зверь А нынче Такое Время Звери Мне Нужны Зверь Чего ты хочешь Финг Так ведь Рабочие С тачку Затеяли Фицрой Навела Там Шороху Мне бы Пригодился Молодчик Пингертонской Школы Убить Фицрой Ну В принципе Почему бы И нет В трущобы Приходит Преступление Рабочий Поселок Фингтона Заполонили Попрошайки Бродяги Разрушение Собственности Мануфактуры Финка Более того Финг Винит во всем Начальник охраны Такой босс Не прощает Неудач Конец Короче Начальник охраны Плохо себя Проявил Так Вот видите Дополнительный Боезапас Для пистолета Вот точно Такое бы Только для Карабина Или там Для пулемета Вот это бы Была вещь А так Конечно Ладно Пока Ничего не хочу Давай Забирай Ранатомет Найдем Чень линии И к чертям Отсюда Прямо сейчас Просто Закончи Начатое Дэвид Зачем Расстраивать Других Кандидатов Наш Первый Кандидат Ветеран Битвы За Пекин Как там Говорят Про старых Вояк Ну Я Доставлю На тебя Этот Парень Умеет Обращаться Со взрывчаткой По крайней Мере Все Закончится Еще При мне Да Открой Пожалуйста Смерть Это Нограда Ну Блин Вы понимаете Да Пожарник Букер Поднимайся Поднимайся Ух ты Неплохо Наверное Надо поближе Все таки К ним встать Сдалека Его неудобно Расстреливать Ты Расстрелишь Мою Судьбу Огонь Очищать Да Расстрелишь Мою Да Ё-моё Что за Хрень Ерунда Какая-то Какие отмены Глянь Сколько здоровья Потерял Так Там Где-то Наверху Я видел Аптечки Так Это Не то Это Че Картешница Куда по мне Садят Господи Да ты Шустрый Дэвид Шустрый Я Шустрый Но Полумертвый Давай Эти Камсток Но Оставшись Без кумира Он не знает Что делать Со своей жизнью Я Подобрал Его На ярмарке Труда За песню А Привет Привет Вот Тогда Красота Иди сюда Иди сюда Мой хороший Быстрей Быстрее Что такое Сложно Все становится Блин Давай Ты превзошел Все ожидания Бальчик мой Так держай Да сгоришь ты уже Гад О блин Что то мне это все Не очень Становится все Сложнее И сложнее Я как то уже Не отвечаю Вызовам Современности По оружию Или по манере Видения Твоя хрен его знает В общем Мне тут дают Прикурить Прикурить Охранник Эксперт По автоматам Да черт Он дождит Заменить Всех наших Охранников Механизмами Доля смысла В этом есть Будет меньше Голодных ртов Хе-хе-хе Очень смешно Я даже знаю Кто это будет Патриот Черт Где он есть Нет Это не Патриот Странно Нужно Нужно Это плохо Элизабет Это может Плохо Кончиться Вот это Шоу Так Откуда Откуда Ага Так Есть Есть Упты Есть Откуда Еще Да Ёлы-палы Откуда Вы все Беретесь Постарайся Поздравляю Дэвид Впервые Услышав Твое Имя Я решил Что Ты Не годишься Для Такой Работы Но Должен Признаться Я Ошибался Мне Неинтересны Твои Предложения Финк Я Знаю О твоих Делишках Спецрой Но Неужели Ты Предпочтешь Ее Мне Да Любой Душу Продас За то Чтобы Возглавить Службу Безопасности Финка Ты Упрямый Парень Дэвид Но Обещаю Я Своего Добьюсь Че он Пристал К нам Ему Наверное Никогда Не отказывали Когда он Предлагал Работу Так Ну что Так Подобрать Даже Нечего Картечницу Мы Взяли Гранатомет Ой Нет 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 Что ты хмыкаешь Элизабет Ладно Давайте наверху Посмотрим Так Это обычный Автомат По продаже Всякой ерунды Оу Это мы здорово Зашли Букер Смотри Там отмычка Где зайка А Вижу Отлично Спасибо Хм Это ценная Подсказка А это что такое Соли Так Прокачаем Щит То что доктор Прописал Так А это что у нас тут Вороны Шок-жокей А у нас Все это есть Уже Все Больше здесь Нечего ловить Хорошо Что мы сюда Зашли Куалити Шардоне Так Ну это все Хорошо и замечательно Но нам же надо Найти китайца Да Отправитесь в клуб Добрый час И спасите Ченлиня Будем искать Нашла деньги Давай Что у нас там По деньгам 974 Поднимемся Наверх Наверное Тоже должно Все Поставаться Интересного В немалом Количестве А ну Медикаменты мы Брали В принципе Сейчас Они нам Не нужны Отсюда Мы пришли Насколько Я помню А ну Нам за сцену Надо Понятно Понятно О а здесь Что Здесь мы Не были Какой Уютный Кабинет Снайперка Будет Жечься Нет Не жжется Странно Опа Так Железное Алиби Вас Сложнее Обнаружить Касается Автоматических Турелей Дирижабли Механических Патриотов А у нас Буря Ну Нет Конечно Так Что у нас Тут сколько Время Полторого Вернее 40 минут Второго Так Три отмычки А у нас Пять Открываем Можешь Это открыть Попробую Кстати Отмычки Можно купить В магазине Но Жалко На них Денег 156 Нормально Ну Все Тогда Наверное Да Такой Клуб Для элиты Я бы сказал С балкончиками И все Такое А сцена Хотя Маленькая Конечно Но это Они уже Занимаются Самоблагиатом Вы помните Да Из первой части Биошока Был такой Актер Как же Его звали Сейчас Не вспомню Это знаю Зайка Знаю Кажется Здесь вниз Так Так Вот Он Устраивал Похожие Представления Вы помните Да Пожалуй Наверное Все Хотя Можно Еще С этой Стороны Посмотреть Что С этой Стороны Мы туда Не можем Пройти Что Странно А Меня Это Заинтересовало Вот на этот Балкон Как попасть Никак Так Для красоты Это сделали Микрофон У тебя чуть Рикошетом Не попало Элизабет Так Боеприпасы С турелек Блин Ну сложно Было Согласитесь Конечно Как интересно Тут за сценой У них О Кримировочная Для актеров А что С зеркалами Боже мой 2012 Год Даже 13 А зеркала Нормально Они научились Рисовать Ребята Целый Летающий Город Нарисовали А зеркала Не смогли Ну и что Или Мефинг Я думал Ты дурак Дорогой Братец Когда ты Сказал Что слышишь Чудесную музыку Доносящуюся Из дыр В воздухе Я решил Что ты Сбрендил Но ты Мало того Что сумел Сколотить На этих дырах Состояние Так еще И мне Указал Путь Из разрывов Какая-то Чудесная музыка Как интересная Ты же Современная Баба На дворе 12-й год Выходь 2012 Ты меня Слышишь Современная Баба Убить Чужака Он ей Предлагал Быстро Так сказать Заняться Сексом Шустра Это Баба Современная Она была Правильных Социальных Взглядов Классических Сначала Свадьба А потом Все остальное Что Не спасло Ее Конечно С таким Большим Револьвером Ходила Так О Оружейная Отлично Патрончики И Отмычка Здесь Пожалуй Все Так Розыск Анархист Розыск Дейзи Фитцрой Анархист Пять тысяч За Дейзи Фитцрой Тридцать тысяч И Агитатор Штука Да Дейзи Фитцрой Явно Выше всех Оценена Полиция Колумии Заощищая Наше Будущее Так Мерсер Смотри Чен Линь Камера номер 9 Алзира Чоис Джейнс Хуэн Кузман Кэнли Диего Малана Чен Линь Почему-то даже подчеркнут Камера действительно номер 9 Так Здесь открывается наш пиль И значит это по сюжету Одновременно клуб Одновременно тюрьма Я работал на людей вроде Финка Правда? Нас, Людей Пинкертона Звали когда начиналась Буча Зачем? Чтобы отбить у рабочих Желание поставать Ты делал людям больно Я вот что скажу Иногда люди вроде Фитцрой Просто необходимы Почему? Из-за таких как я Все Задушевный какой разговор Утилизация Да, это я Кажется он что-то увидел Ну тут в общем что-то на стелс Такое Зачатки какого-то стелса Конечно это все хреново работает Утилизация Почему ты оставил нас? Смотри Че, че, че Че ты увидела? Элизабет, что? На что ты мне указываешь? Анархисты в нашем славном городе? На это? Убить их мало Заявил Ворден Уоттс А, книга-ключ Ага Книга для часовой лапки Лично Надо не забыть Только это будут сделать Хорошо А мы должны найти китайца Для начала Так Работает? Че, не работает? Секунду О Рассказывай, что знаешь про Питрой Уродка, согласый Кончай выделываться Будешь говорить? Или нам пригласить сюда миссис Ли? А, плесни на него холодной воды Нам сегодня еще троих надо взять Молчит Какой храбрый китаец Не выдает своих Ладно Даже то, что приведут сюда его жену Его не заставило сознаться Хорошие инструменты для пыток Действенные Фу, чем так пахнет? Здесь внизу нету борных Их тут держит как скот Брать чернокожих больше налогов, чем с белых Разве это не жестокость? Сопретить кровосмешение между расами? Разве это не жестокость? Отнять право голоса у людей с цветной кожей Бледной, желтой, черной, красной Разве это не жестокость? Хм Но жестокость присуща и Господу Что изгнал детей своих из райского сада И утопил Что надо сделать, чтобы заслужить подобное наказание? У Финка ничего особенного Да Да, ты прав И что есть Колумбия? Как не школа Господа? Что есть Колумбия? Как не школа Господа? Так, камера номер 6 И что здесь происходило? Камера номер... Что? Номер 7 Человек откинулся А где остальные камеры? Я не понял Почему начинается шестой? Наверное, в другом крыле Мы туда, наверное, и не попадем Так, вот она, девятая нам сюда Но давайте проверим восьмую Пять отмычек У нас четыре Скрыть замок не получится Увы Мой друг, увы А вдруг там что-нибудь хорошее? Лучше бы ты нашла отмычку Нашла деньги Вот, держи Блин Ну, может, в этой камере будут Элизабет? Легкотня Я пока Это здесь, да? Да Номер 9 Открыла Дэвид Ты лев Я, как и ты Отстаиваю свои интересы Я знаю Фитцрой умеет убеждать Но теперь Твоя сделка с ней аннулирована Хе-хе Не гоже львам якшаться с гиенами Блин, мне нужна отмычка Я не хочу якшаться ни с ней, ни с тобой Неужели тебе это непонятно? Я хочу взять девчонку и улететь отсюда Где же мне найти отмычку? Может, я плохо смотрел И где-то здесь хотя бы одна найдется Как вы думаете? Внимательно все Ну, так не хочется оставлять эту комнату необысканной Похоже, что нет Похоже, что нет Вот еще здесь Ах, это пистолет Черт Да Увы, увы, увы Придется остать Ну, если где-то неподалеку найдем То вернемся Если нет Эх, буду надеяться, что там не было чудесного напитка Давайте тогда спускаться Ничего себе, камера Если это вообще можно назвать камерой Почему все камеры маленькие А это такая огромная Что за бред Так, ну что Было сохранение профиля Думаю Тогда мы продолжим уже в следующей серии А сейчас я желаю вам всего самого доброго И всех благ Спасибо за субтитры Алексею Дубровску Спасибо за субтитры Алексею Дубровску